История следующая. В начале октября я публикую видео «Конец яхтинга», которое, ну что уж скрывать, получилось таким шикарным, что Лёша, с которым мы в этом сезоне выходили на Санторе, отправил его в предложку телеграм-канала «Парус упругий». Промежуточным итогом стал ошеломляющий успех, а именно «Пять сердечек», считая реакцию от меня. Главным же итогом стало то, что на этот канал подписался Рома. 29 октября там сделали репост о том, что собираются выходить люди на остров Родос. Рома переслал мне это объявление, и сейчас я еду в Мармарис для того, чтобы выйти на остров Родос. Это «Яхтинг» сезон 2 серии 1. Я приезжаю на автовокзал Фитхие. Какой-то мужик меня окликает. Я говорю ему, что мне до Мармариса. Он говорит, пойдем за мной. Отводит на остановку, на которую через 5 секунд приезжает Далмуж, это местная маршрутка, и идет прямо до Мармариса. Это ли не везение? В маршрутке прошу водителя остановиться в «Герджеке». Там садится Женя, с которой мы вместе поедем на Родос и обратно. Красавица! Прямо готово! Отец, по жилетам не оставляй машине, афиг. Слушай, давайте не будешь ловить. Кис! Перед выходом я не знал, в каком составе мы идем, да даже сколько нас будет человек. Впрочем, так чуть ли не всегда происходит на «Яхтинге», когда ты не капитан. В итоге нас было четверо. Митя, Юля, Женя и я. Кошку пришлось оставить. На кошку нет документов, она остается в Турции. Пока-пока! Добрый день, Юля! Капитан мне сказал, что моими задачами будет не покалечиться и не выпасть за борт. Это я умею хорошо. Также, к некоторому моему удивлению, Митя чуть ли не сразу дал порулить. Не скажу, что это кардинально отличается от рулежки на Сантре или автомобиле, но управлять такой огромной для меня лодкой было необычно. В это время подняли паруса. Стоит сказать, что у меня не было до этого переходов. В отличие от спортивных яхт, на крейсерских имеются каюты, как правило, туалеты, кухня. И сейчас на переладу Мар, это название яхты, есть все. Спустившись в кокпит, оказываемся на кухне. Если пройти вперед, по левую сторону будет туалет, далее каюта, в которой временно склад вещей, справа каюта, в которой спал я, чуть ближе к носу еще одна, которую занял Женя. Идем назад через кухню в сторону кормы, проходим еще один туалет и еще две каюты. И вот этого всего не было в январе, когда яхта только была куплена и перегонялась из Рима в Марморис. Женя участвовал в том переходе, после вернулся в Москву, а Юля, наоборот, приехала реконструировать лодку. И спустя более чем полгода состоялся первый тестовый переход. Между тем, выяснилось, что Митя заканчивал Мехмат МГУ и работал в СПБГУ, в лаборатории Чебышева. То есть в 25 лет ты был в Питере, но не занимался яхтом, и не слышал ничего про это, да? Ну, в смысле, я слышал про то, что существуют яхты с поросами, блин. А сейчас построил свою яхту? Да. Ну, почти построил. На самом деле, перед выходом мы зарядили только два паруса, Грот Астаксель и Генуэр. А большую часть пути шли под мотором, так как нужный курс совпадал с Левентиком. Ближе к вечеру ветер усилился и пошла сильная волна. Мы приближаемся к острову Родос. Смена флага пока что прошла неудачно. Турецкий улетел. Нормально там плитуда. Да-да, я смотрел на Юлю, она там, да, на 5 метров летает. Турецкий улетел. Очень красиво. Солнце зашло в море просто на глазах за пару минут. От мармора и сада Родоса мы дошли меньше, чем за 5 часов. Как там в Греции? Воздух свободы. Просто чувствуется, что здесь все можно. В Турции? А ты попробуй, скажи плохое про Ататюрку. В Мите, да, другие приоритеты, чем они сейчас там заняты, я не знаю даже. Мне кажется, выбирают наряд подходящий в случае. В Мите это бесчеловечно. На самом деле все можно предсказать. И было ясно, что волны увеличатся в проливе в последней части. Но что ветер будет такой сильный и что волны будут такие высокие, я не ожидал. Строили, 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 строили. И так до сих пор и не все построили. Но оно идет, оно идет под мотором, под брусами. Вот, оно не тонет. И там внутри очень классно. USB-розеточки работают, все ради них было. И писсуар. Сейчас это тестовый выход, все-таки. И как тестовый выход, мы дошли в срок, ничего глобального не сломалось, кроме Юлия Нахачкова. Да, это было со сложностями. Мы там боролись с дымом, с водой. Там бедитель потек, там что-то, вода. Вот, но что-то текло, потому что мы знали, что будет течь. Волна была больше, чем планировалось. Дрецы прыгали туда-сюда. Вот, кусок столешницы отходился. Но то, что мы не прикрутили, все отвалилось. А сколько человек может идти на лодке? Десять. На мэриде будем ходить скорее восемь-девять. А что же с кошкой? Ну, это не человек, это священное животное. Нет, так она сможет? Да, она сможет. Да? Документы будут? Кто? Кисенька? Ну, когда-нибудь будет. Кисенька все сможет. Нет, ну вы же сейчас ведете меня с кодом. Документы будут? Я не знаю. Тихо. Документы. Документы. Субтитры сделал DimaTorzok